Здравствуйте! Меня зовут Антон Веселов. Я автор ведущей программы «Свои люди». Это серия бесед с теми, кто разделяет общие ценности. Мир большой, нам нужно держаться ближе, вместе. У нас сегодня в гостях замечательный человек, экстремал, парапланирист Александр Орлов по кличке, не знаю как это, по профессиональной должности командор. Человек, который, как многие считают, не боится ни огня, ни холода, ни высоты, ни глубины, вообще ничего не боится. Несколько раз примерно в месяц, не знаю, может быть в неделю, Александр испытывает себя на прочность. Заодно испытывает на прочность не только себя, но и зрителей своего канала, своих видеозаписей. Потому что человек, даже который смотрит на это со стороны, он содрогается от ужаса. Александр, где границы возможного? Ее не существует. Ее каждый раз ищешь заново. Двигаешь, 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 двигаешь. Еще немножечко отодвинул. Вроде прокатило, повезло. Еще немножко дальше еще. И постоянно, все время она отодвигается все дальше и дальше. Но вот самое удивительное состоит в том, что люди, которые в юности себя позиционируют как таких, ну, несгораемых, что ли, да, они все-таки оказываются осторожными такими, рассудительными. А после достижения определенного уровня мастерства и возраста, кажется, что границы расширяются максимально. Я прав или нет, что вот в твоей жизни после 40, может быть, даже после 50, как раз эти границы стали почти безразмерными? Ну, они раздвинулись, по крайней мере. Потому что в юности накапливался опыт в разных сферах. Я занимался там горным туризмом, занимался дайвингом, занимался сплавами по горным рекам, парусным спортом. И в каждой области я достигал какой-то высоты, достигал какого-то уровня мастерства. Ну, очень часто я на высокие грани выходил. Там мы сплавлялись по шестерочным рекам. Я ходил на запредельные глубины с аквалангом, куда вообще запрещено ходить. И вот набирал-набирал этот опыт, а после 50 он слился воедино. И сейчас вот как-то такая комбинация получилась. А где открывная точка с одной стороны? И почему нет расплаты за такое жестокое испытание организма? Расплата есть. Есть? Расплаты много. Я весь переломанный. И, в общем, у меня, как я шучу, иногда не осталось целых частей тела. То есть все либо рвалось, либо ломалось. Ну, а точка входа – хочу быть космонавтом. Проверили – годится. Ну, ладно, не космонавтом. Так буду сплавщиком, буду парапланиристом, буду нырять, буду восходить. Что было в самом начале? Идеальное здоровье? Какой-то, не знаю, фантастически подготовленный спортивный человек? Я был обычным ребенком. Точкой входа был четвертый класс. Когда мама меня в четвертом классе привела в кружок юных моряков на станции юных техников в Новосибирске. И мы попали, примерно 15-20 человек пацанов попали под руководство Валерия Петровича Хребкова, уникального человека, который вложил в нас душу. И он вел нас до конца школы. То есть вот мы заболели вначале морем, потом парусным спортом летом он привез нас в ехклуб. Ну и, собственно, вся остальная жизнь у нас повернулась в другую сторону и пошла по другим рельсам. Ну это такие навыки все-таки? Необходимо же иметь запас здоровья, запас сил? Нет, это же приобретаешь по мере занятия. То есть мы пацанами там в четвертом и пятом классе мы выходили в бушующее море. Ну пусть это Обское море как бы, но волны-то у нас бывают ого-го. И меня там на виндсерфинге уносило в море, когда я не мог справиться с парусом, меня просто унесло. Я там выгребался оттуда достаточно долго, несколько часов. И мы там, либо нас шквал захватывал в море, и мы вот такими сопливыми пацанами принимали удар стихии, и стояла задача выжить. То есть настоящие профессионалы, вот те самые несгораемые, это те люди, которые испытали неимоверные перегрузки, после которых большинство людей говорит, ну нет, спасибо, наверное, на этом все. А профессионалы идут дальше, делают выводы и продолжают движение вперед. Накапливают этот опыт, учатся избегать где-то грани, чувствуют, где эта грань находится, и пытаются к ней совсем близко не подходить. Но идут дальше просто, учитывая этот опыт. В твоей жизни профессиональной за последние 15 лет было два тяжелых падения, насколько я помню, уже в качестве парапланириста. И эти падения во многом тоже определили возможности, которые ты готов презентовать миру. Как это меняет человека? Ну, ты находишься в тяжелой ситуации, тебе говорят, что ты, скорее всего, останешься инвалидом, ты не сможешь не то что летать, может быть, и ходить ты не сможешь. А что-то тебя какая-то внутренняя сила несет все-таки на эти испытания. И хочется распрямиться и победить. Чувство неприятия и несогласия с диагнозом. Когда я разбился и сломал ногу, мне пытались ампутировать, сказали, невозможно собрать в осколки, по суставу в осколки, это не восстанавливается. Смирись с мыслью, что ты инвалид. И вот просто был протест жестокий, протест, как я инвалид, все там, 45 лет жизнь закончена, я не согласен. Ну, и готовность, вот появляется злость на жизнь, на себя, на вот все. И вот эта злость, ну, спортивная злость в каком-то смысле, наверное, помогает бороться и менять себя, преобразовывать, восстанавливаться. Там, ну, как птица-феникс из пепла потихоньку-потихоньку начинаешь восстанавливаться и снова взлетаешь. Вот эти экстремальные переживания, совершенно невероятные испытания, которые ты на свою долю выписываешь, я так предполагаю, дают определенный запас сил. Как-то не смешно, как-то не странно. Сколько таких испытаний нужно в год, чтобы Александр Лоффси чувствовал хорошо, уверенно, ярко, бодро? Ой, их бы лучше, конечно, не было. Мне, ну, как, наверное, и большинству людей, требуется адреналин. То есть вот адреналин – это, наверное, сильнейший или один из сильнейших гормонов, наркотиков, который дает цвет жизни, который убирает рутину. То есть вот когда мир становится пресным, тусклым, беспросветным, вот в этот момент можно пойти, там, прыгнуть с парашютом, полетать на параплане, сплавиться на горной реке. Да, и мир расцвечивается, опять становится многоцветным, интересным, появляется смысл в жизни, появляется энергия и появляется желание жить. То есть в этом плане адреналин действует очень сильно, очень позитивно и хорошо. То есть адреналин нужен. И, ну, вот адреналин мне надо несколько раз в год. То есть там три-четыре месяца проведя без него, мир тускнеет, да. Но нужно ли вот такие запредельные испытания, здесь большой вопрос, конечно. Лучше бы обойтись без них, но меня никто не спрашивает. Ну, я вот к тому, что, мне кажется, я знаю две ипостаси Александра Орлова. Одна ипостаси – такая заботливая, нежная мама, которая берет к себе в тандем иногда одного, иногда пятерых. И, в общем, как-то все просчитано, продумано, аккуратненько, переносит из точки А примерно в ту же самую точку А. Но параллельно еще дарует целый мир с высоты. И второй – это такой партнер каких-то таких же безбашенных испытателей своего Я, которые могут подняться на равных. И, в общем, несмотря на реальный риск потерять как минимум здоровье, а может быть и жизнь, сделать какие-то невероятные финты. Эти обе реинкарнации, что ли, вот того сожженного феникса, они одинаково необходимы? Это две стороны одной и той же медали. И здесь вот тот печальный и больной опыт, который у меня был, он позволяет более взвешенно и более точно оценивать риски. И, ну, у меня сейчас достаточно, поскольку рисковать приходится в самых разных областях, в том числе и бытовой жизни, часто и много. Есть некоторая система оценок сложилась. Рисков. Рисков, да, оценки рисков. И я взвешиваю все, что я делаю, и часто иду на риск, и вот где-то подхожу к грани. Ну, каждый раз надеюсь, что мне хватит... На дольше, да? ...удержаться, да. Хватит сил удержаться и выносливости, но рискую, да. Вот в этом году я был свидетелем совершенно невероятного запуска чемпионки мира по силовой гимнастике, если я правильно называю дисциплину, Анжелы Кулагиной, которая вместе с Александром Орловым мало того, что поднялась на 400 метров, но еще и под куполом этого параплана. То есть это летательный аппарат, у которого нет мотора, который вообще никак не связан с землей, никакой гарантии, в общем-то, на его тягу никто еще не давал. Есть ветер, есть правильно управляющий этим ветром оператор, тогда он летит. Нет, сразу падает. И вот под этим не очень надежным, как кажется, человеку далекому от парапланинного спорта крылом Анжела Кулагина проделала фактически всю свою чемпионскую программу без страховки. Я понимаю, что вы, конечно, в равной степени рисковали, но кажется, что ее риск был даже больше. Ее больше однозначно. Во-первых, она могла просто не выдержать дуновения ветра и упасть, так как она фактически на стропах, ну, каким-то чудом просто висела в течение довольно долгого времени. А во-вторых, ветер мог закончиться, и на нее первый бы пришелся удар. Как принимаются внутри такие решения, вот, командором, человеком, который, в общем, стоит во главе этого процесса, взять на себя такой невероятный риск, не только за себя, но еще и за другого? Ну, это было одно из самых сложных для меня решений, потому что я не могу просчитать, вот этот был тот риск, который я не могу просчитать, в принципе. Я не знал ее мастерства, мы не были с ней знакомы, мы никогда не встречались в жизни. То есть идея была за два месяца до полета, дистанционно, через WhatsApp мы обменялись идеей и все. И потом вот встретились во Вьетнаме за день до полета. И поэтому я не знаю ее сил, я не знаю ее возможности, я ничего не знаю. И мне оставалось только поверить в ее статус, в ее чемпионский титул, в то, что она знает, что делает. То есть я знаю, что я делаю, и понимал, что она точно так же не может оценить мои риски, мои умения, мою зону ответственности. Ей пришлось доверять мне, потому что я ее поднял на 300 метров над землей. И в общем она там первый раз, она первый раз в жизни видела параплан и первый раз летала. Я точно так же не знал, на что она способна и сможет ли она удержаться, и какие будут условия. И нам нужно было дождаться сильного очень ветра, чтобы взлететь, чтобы параплан на собой их удержал. Потому что у меня был маленький параплан, не очень подходящий для этих условий, но другого не было. И на следующий день она уезжала, поэтому либо летим на этом, либо не летим совсем в этот раз. Когда-нибудь в будущей жизни, может быть. Такие вещи нельзя откладывать, поэтому мы решили использовать все, что есть. Полетели, дождались предельного ветра, и ветер был очень турбулентный, нас начал раскачивать. И вот когда она подо мной на длинном тросе висит на петлях и делает свои фигуры, на самом деле я молился, чтобы у нее ничто не сорвалось. Рука не отпустилась, не соскользнула случайно. Потому что любое соскальзывание – это стопроцентный фатал, результаты понятные. И от меня это не зависит. Максимум, что я мог сделать, я ловить вот эти все движения, потому что купол клевал вперед, пытался сложиться, я его отлавливал, нас раскачивало влево-вправо. И все время качка была. И молиться за нее и держать купол всеми силами. А потом еще ветер усилился, и нас понесло спиной вперед в море. И это было еще одно усиление. Ну, Анжела-то тоже девушка непростая, но ведь уже такую программу показывала под стрелой крана. Тоже на достаточной высоте. И, в общем, многие твои партнеры, они тоже по-своему, конечно, испытывают себя на прочность в течение долгого времени. Но есть и такие более нежные, что ли, варианты. Когда, например, параплан поднимается с музыкальной группой, люди вроде как без физической подготовки. Или вообще красивые девушки. Ну, пусть они умеют кататься на сноуборде, но, тем не менее, они не кажутся такими шварценеггерами в юбке. Как можно допустить до каких-то трудных, тоже, может быть, негарантированных решений людей со стороны, не экстремалов? Там, когда мы летали либо с группой в четвером, либо с девочками в шереге, в пятером, в шестером, я знаю, что я обеспечиваю безопасность, я встегиваю в подвеску, и все, что от них зависит, это момент взлета. Вот нужно пробежаться несколько шагов на взлете, не споткнуться, потому что мы очень плотно, несколько человек связаны короткими поводками, и если кто-то спотыкается, то он всех утянет, все упадут. Поэтому задача, ну и основной настрой, который я на инструктаже объясняю, выдержать задачу на взлете. Как только мы оторвались от земли, дальше все зависит только от меня. И, в общем... А я даю гарантию, что все будет хорошо. Я знаю, что я с куполом справлюсь, вот мне только от земли оторваться. Ну и потом вторая часть – это приземлиться, но это уже отработано, и с этим проще. Там, я уверен в результате. В момент взлета не все от меня зависит, зависит от партнеров, но, в общем, всегда девчонки эту задачу... Хотя, на самом деле, два раза было. Вот мы летали в пятером, у девочки отстегнулась одна лыжа. Потом мы летали в шестером, у другой девочки отстегнулись обе лыжи, и она просто на весу висела. И мы, когда приземлялись, а скорость приземления высокая, там порядка 80 км в час, мы подлетаем к земле. Я вертикальную скорость выполаживаю, то есть мы очень легенькое касание, на носочки можно встать, но горизонтальное, при этом 80 км в час, огромное. То есть вот человек смотрит и там слезу выбивает потоком воздуха, и страшно, то есть понятно, что всем страшно. И у меня левая передняя девчонка висела без лыж на коромыслах, то есть пять человек вокруг, то есть трое сзади с бордами, двое спереди с лыжами, и одна без лыж просто висит. Слава Богу, она сообразила, она просто ноги груди подтянула, и мы плавно, мы дельфинировали, там мы коснулись, взлетели, еще раз коснулись, взлетели. Да, на остальных. Как будто бы одно шасси не вышло. Да, ну просто шасси не вышло, но мы без него оттормозились и плавно положили купол, то есть все было просто идеально. Хотя этого никто не мог предположить, и я тоже не знал, как это будет так получилось. Тут какой-то особый талант нужен. Почему в остальных видах спорта, ну по моему мнению, обыватели, ты не стал такой звездой, например, на Ютьюбе, там в общей тусовке, как вот в парапланерном спорте? Или здесь просто слишком много чего еще никто не делал? Нет, я на самом деле достигал достаточно приличных высот, ну это еще в даютубные времена, там, когда я занимался виндсерфингом, я был пятикратным чемпионом Сибири. Просто тогда не фиксировали? Да, ну просто это было, это еще там Советский Союз был, 80-е годы, другая жизнь была. Ну и многие сегодняшние парусники меня помнят по тем временам еще, по Советскому Союзу. Потом, когда мы занимались сплавами в начале 90-х, я водил шестерочные походы, там, несколько раз проходил шестерочные рейки. Потом, когда вот дайвингом начал заниматься, нырял там на 50 метров на воздухе, что, в общем, сейчас это вообще запрещено, тогда еще можно было нарушить правила, сейчас уже, наверное, сложно. Ну вот я куда-то выходил, подходил либо к границам, либо выходил за границей, но просто это особо не афишировалось. А в нулевых годах, когда возник парапланиризм, я начал снимать достаточно много, ну, собственно, эти ролики, и появился YouTube, параллельно YouTube, соцсети. И вот благодаря интернету эта информация как-то вышла и стала более доступна, более известна. Не хотелось повторить свои старые рекорды в других видах спорта? Да, не знаю, это же все приходит, ну, каждый проект, вот он пришел спонтанно, и желательно его сразу сделать за короткое время, потому что у меня есть несколько зависших идей. Там я три года назад хотел полетать на снегоходе, то есть прицепить к параплану снегоход и взлететь. Вот, и уже договорился со снегоходом, приготовил купол, мы провели испытания на Псковом море, посмотрели, как эта система управляется, все управляется, осталось вот заехать на гору и сигануть с горы в Шерегеше. Но погода не позволила. И вот проект завис, и он висит, он не вычеркнут из жизни, но... Пока на паузе. На паузе, но пауза становится длинной, и все меньше и меньше энергии на реализацию проекта. То есть поначалу пока вот, вау, я хочу это сделать, и вот есть первый драйв такой, и энергия для реализации. И если прострелило, сразу проект вышел, он легко делается. Там еще один проект был во Вьетнаме на мотоцикле, то же самое, это затащить на Песчаную гору на старт мотоцикл, и потом с него, с вершины горы, стартануть и улететь. Ну, тоже он стоит на паузе, когда-нибудь реализуется. Приходилось ли делать выбор? Вот есть такое мнение, что Александр Орлов в какой-то определенный момент решил сменить свой костюм, там галстук и должность председателя, ну, в общем, не будем вдаваться в подробности, в общем, человека из бизнеса, и вот перейти к чистому экстриму. Но ведь на самом деле, если смотреть на динамику каких-то совершений спортивных в том числе, они же шли и параллельно тогда тоже. Но все-таки пришлось от работы, такой обычной офисной работы отказаться. Почему? Это был не мой выбор, так сложились обстоятельства просто, и мне пришлось уйти не по своей воле. Ну, а сейчас можно работать в один и тот же момент, заниматься каким-то экстремальным видом спорта и практически тут же сидеть в офисе? Ну, я уже ушел из офиса, то есть тогда в 2010 году это был сложный период, и несколько лет он был сложный, мне пришлось привыкать и учиться жить в другой жизни, безофисной. Вот сейчас уже, вкусив свободы, обратно в офис, наверное, я не готов вернуться. – Какие ближайшие рекорды нас ждут, чтобы мы припали к экранам и в очередной раз испытали ужас? – Ну, недавно мы снова списывались с Анжелой и хотим сделать еще один полет с регистрацией в книге рекордов Гиннеса. В общем, продолжение еще более экстремальное, продолжение того, что было во Вьетнаме. Ну, и какие-то возникают идеи по ходу на границе вот разных дисциплин, они тоже просто спонтанно возникают и наверняка будут реализовываться. – Если не секрет, что регистрация в книге рекордов Гиннеса дает человеку, который в этом поучаствовал? – Ничего, по большому счету, ну, просто вот какие-то… – Мне кажется, вот этот товар лицом, как раз участие в роликах, оно дает абсолютный успех. И узнаваемость, и признаваемость. А кто читает эти сводки? Или все-таки это нужно? – Ну, это некоторый статус, который в других местах стреляет. То есть, который просто показывает твою квалификацию, потому что, ну, чтобы претендовать на книгу рекордов Гиннеса, нужно быть, во-первых, мастером своего дела, там, профессионалом, ну, и иметь определенные амбиции. То есть, что вот сделать то, чего никто до тебя в мире не делал, вот, и сделать это успешно. Вот, поэтому, ну, это и Анжеле интересно, то есть, здесь мы в первую очередь играем на нее. Вот, ну, и мне, в общем, тоже интересно. – А такой опыт уже есть, записи есть в карьере Александра Орлова? – У меня, мы подавали заявку на полеты в пятером, в шестером, то есть, книга рекордов написала мне ответ, что да, такого никто не делал, у нас нет такой номинации, ну, соответственно, мы поэтому не можем зарегистрировать, потому что у нас все, все рекорды… – Можно новая дисциплина, или можно вписаться в старую, что-то улучшить. – Да, что-то улучшить, то есть, вот, такого никто не делал, поэтому мы не знаем, куда вас вписать, подумайте, как вот можно адаптировать, поэтому пока отложилось. – Ну, улучшать, в общем, Александр Орлов умеет очень хорошо, потому что перед нами борец за свободное небо. Самые свежие новости, как я понимаю, обычно не радуют. Почему? Мы когда-нибудь сможем спокойно, без особых препонов подниматься в небо, по крайней мере, профессионалы? – Мы все очень на это надеемся, что, ну, рано или поздно, здравый смысл, с одной стороны, и государственная воля, государственная политика возобладают, и небо откроется. Потому что на сегодня небо закрыто, во многом закрыто. То есть, благодаря запретительной политике России на сегодня в воздушном законодательстве основная часть пилотов ушла в партизаны. К сожалению, эта сфера деятельности, малая авиация, там, легкая и сверхлегкая авиация, либо авиация общего назначения, как она правильно называется, она не входит в сферу интересов подавляющего большинства населения. То есть, это сегмент, который интересует очень небольшое количество людей, только тех, кто этим занимается, поэтому… – Бороться за него сложнее. – Ну, бороться сложнее. Борется мало людей. И это не вызывает большого общественного интереса и общественного резонанса, к сожалению. Хотя вот с точки зрения государства происходят сегодня катастрофичные вещи, мы теряем авиационную школу из-за запретительства. Простой пример, чтобы было понятно обычному зрителю. Всю советскую историю мы гордились ДОСААФом, мы гордились авиационными кружками. И у нас была, вот прямо с начальной школы, была система подготовка будущих пилотов и будущих авиаконструкторов. То есть, в школе ребенок шел в авиакружок, занимался моделированием, потом в конце школы он шел в ДОСААФ, начинал летать на планере, потом проходил школу подготовки, потом в армию он мог техником быть, и потом становился либо летчиком, либо конструктором. То есть, мы таким образом… – Судьба предрешена. И главное, квалификация невероятная. – Человек уходил, и для него это составляло смысл его жизни. Он выбирал, и это давало Советскому Союзу, несмотря на то, что мы были в этот момент за железным занавесом, и мы могли рассчитывать только на свою школу фактически. У нас эта школа была одна из лучших в мире. И все это работало даже вот в таком закрытом пространстве, без обмена с внешним миром. Сейчас мир поменялся, появились дроны. Коптеры с камерами, которые летают, которые дают, во-первых, и угрозу безопасности. Ну, это объективные вещи. То есть, к дрону можно привязать взрывчатку, и он куда-то прилетел и взорвался. То есть, все это понимают. И, собственно, вот ссылаясь на это, было изменено законодательство. Сейчас любой беспилотник требует больше 200 грамм. То есть, не совсем игрушкой. Требует разрешения на использование воздушного пространства. Так вот, под это запретительное законодательство попали все детские кружки. То есть, все модельки авиационные тоже находятся под этим запрещением. Запрос на полет беспилотного аппарата подается за несколько дней. Нужно получить разрешение. Там достаточно сложная процедура. То есть, вот чтобы взять и запустить какую-то модель, я за три дня, или за пять дней, должен подать заявку, получить разрешение, описать зону полетов. И эта зона воздушного пространства должна быть закрытой. Она должна быть закрытой. То есть, в эту зону не имеют права влетать другие аппараты. Причем это не важно. Вот я запускаю на 10 метров высоты. Хоть на сколько. Нет границы, потому что во всем мире есть нижнее воздушное пространство, ниже 300 метров, которое не регулируется. И там все могут летать свободно. В России такого нет. В России в любом месте нужно подать разрешение. И, соответственно, если ты не подал разрешение, ты автоматически становишься нарушителем. Есть статья, есть уже наказание достаточно жесткое. И сейчас оно еще ужесточается. И поэтому все руководители вот таких авиамодельных кружков ходят под статьей сегодня. То есть, они вышли позапускать модельки. Если они попадаются на глаза прокурору либо кому-то из силовых ведомств, будет административный штраф. Ну, тут нужно добавить, что не просто сложно получить это разрешительное удостоверение, но ведь довольно трудно предсказать погоду. И часто ситуативное решение принимается руководителем клуба. Сегодня можно летать, а завтра нет. То есть, заранее мы не знаем. И некоторые подают просто тотально на каждый день. А вось в какой-то из дней мы выйдем. Но при этом они закрывают воздушное пространство для всех остальных. И сейчас среди пилотируемых аппаратов возникает все больше и больше недовольства, что беспилотники закрывают большие зоны и часто там не летают в это время. Потому что они тоже заранее не знают погоду, а они обязаны подать за несколько дней. То есть, в этом плане российское законодательство, инертно отстает, сильно отстает от реалий жизни. То есть, жизнь и технологические, вот, ну, просто ушла далеко вперед. Законодательство не успевает. И авиационные власти не хотят на сегодня вести диалог с пилотами. Есть такая поговорка, самый безопасный самолет – это стоящий на земле. И вот авиационные власти и контролирующие органы исходят из этого. То есть, вот, чем меньше будут летать, тем меньше будет каких-то инцидентов. И на сегодня запретительная политика проводится. В этой борьбе за свободное небо, те рекорды, которых достигает Александр Орлов, как раз позволяют ему обращаться к более широкой аудитории. И, в общем, убеждать большее число людей в России, что законодательство нужно менять, и небо нужно, ну, как минимум, приоткрывать. Спасибо огромное. Это программа «Свои люди» с Антоном Веселом. У нас в гостях замечательный человек, повелитель неба Александр Орлов, он же командор.